Вы еще карельскую клубнику не ели? Карельской ягоды попробовать еще не дали, но уже предложили масштабный экологический проект. С кем, как ни с главой Всероссийского общества охраны природы, Вячеславом Фетисовым делиться такими планами? Легендарный хоккеист приехал в Карелию обсуждать именно экологию. Продолжаем работать над все-таки идеей и концепцией федерального проекта. Это сохранение этих двух водоемов. Эти водоемы известны каждому. Самые большие в Европе, самые пресноводные. Чистой воды хватит, чтобы напоить пол России. А сколько рыб, животных и растений здесь живут? Карелии повезло, что Ладожское и Онежское озера расположились на ее территории. Но с таким богатством нам досталась и большая ответственность. И нести ее будет эффективнее, если создать федеральную программу по защите Ладоги и Онеги. Вячеславу Фетисову он к тому же состоит в Комитете Госдумы по экологии. Предложили стать куратором проекта. Он и идею, и ее кураторство поддержал. В ближайшее время чистая питьевая вода будет главным ресурсом Российской Федерации. И экономическим, и политическим, и общечеловеческим. Это время, когда необходимо брать на себя вот эту ответственность. И вместе с людьми, которые долгое время, в непростых условиях делали все, чтобы нашу главную ценность природу и экологию охранять. Если федеральную программу создадут, то это ускорит строительство отчистных сооружений и других важных экологических объектов. Начать работу в этом направлении уже готовы карельские ученые. Республиканский центр Академии наук согласился представить для проекта все необходимые обоснования. Очень приятно отметить, что эти все моменты мы обсуждаем вместе. И точка зрения ученых, она абсолютно согласна с тем, что уже сейчас звучало. А Вячеслав Фетисов к тому же предложил сделать Карелию одной из площадок празднования столетия Всероссийского общества охраны природы в 2024 году. Это позволит республике воплотить в жизнь еще больше экологических инициатив. Данил Чиненов, Сергей Беляев, Служба новостей.